Я, может быть, и Человек-паук, а, может быть, следующий наш гость, какой-нибудь супергерой. Человек-горох, да? Горох Сергей, город Минск! Ваши аплодисменты! Здравствуйте! Привет, привет всем, привет, молодежь! Вы очень клёвые! Здравствуйте! А у нас были уже, да? Ну, очень давно уже. Сергей Сергеевич. Как-то вы вышли, сказали, привет, молодежь, вам 27 лет, вы что? Ну, тут, вон, молодежь сидит. Я ж не про вас. Неплохо! Начало хорошо. А Человек-то 4 года назад выиграл что-нибудь? Ну, немножко выиграл, 20 тысяч. А, нормально. За остальным приехал? Ну, да, надо взять побольше попробовать в этот раз. Ну, ладно, давайте не будем загадывать. Все делишки, да. Ну, попробуй, попробуй, ладно. Как дела у вас? Хорошо? Да. Слушай, я тоже. Ждем от вас, чтобы вы наши дела еще и улучшили. Давайте, давайте. Поехали. Готовы, Сергей? Да, я готов. Поехали, первая минута. Слушайте, недавно на почту пришло сообщение, типа, привет, это из Расмешекомика, пришли, пожалуйста, свои шутки. Ага, хорошая попытка, братья Шумахеры. Слушайте, я из Белоруссии, каждый раз, когда я приезжаю за границу и даю на таможне свои документы, у меня такое ощущение, что мне таможенник скажет, братан, ну, ты бы еще записку от родителей принес, серьезно. Просто я понимаю, со стороны очень сложно серьезно относиться к документу, который называется пашпорт. Уже звучит как что-то поддельное, да? Или как что-то, что можно намазать на хлеб. Вот, куриный пашпорт, очень советую, все берут, классная штука, да? Мне кажется, у нас в паспорте даже есть где-то страница, на которой можно рисовать. Я недавно был на таможне, офицер смотрит мои документы и говорит, слушай, что-то ты не очень похож на белоруса. Я думаю, что его засмущало, отсутствие Василька за ухом, да? Или то, что пашпорт я достал мне с пакета. Вот так, с легкостью ты заработал тысячу гривен, Сергей. Шумахеров, видите, я подковырнул немножко, мало им не казалось. Так, я готов. Вторая минута, пять тысяч гривен. Мы тоже готовы. Спасибо. Недавно делал себе татуировку, и мастер говорит, Серёня, потерпи, сейчас полтора часа будет не очень приятно, и включил мне дизель-шоу. Еще один подкольчик, да? Значит, недавно ездил первый раз в жизни на море, кушал там морепродукты, все было круто, но потом мне стало плохо. И когда я приехал в Минск, оказалось, что у меня аллергия на устриц. Оказывается, очень сложно узнать, что у тебя аллергия на устриц, когда ты из Беларуси. Возможно, меня еще укачивают в лимузине, и я плохо играю в крикет. Нет, я просто не в курсе, понимаете? Я? Так, спасибо. Пять тысяч гривен зарабатывает Сергей, мы его поздравляем всем залом. Спасибо. Бурными аплодисментами поддержим человека. Все время забываю, смотрю и не вижу. А вот оно, ага. Все, я готов. Нашел на третью-то минуту? Да. Десять тысяч гривен на кону, поехали. Погнали. Слушайте, мы с вами соседи, но вы не очень-то вот врубаетесь в белорусский шоу-бизнес. Вот вы в курсе о таких акулах шоу-бизнеса, как Алексей Хлестов, Тимофей Волчок, Лариска Грибалева? Не в курсе, да? Вот видите, один из них просто мой одноклассник, вы даже не заметили, понимаете? Мы о ваших звездах все знаем. Меня, конечно, там не было, но есть ощущение, что после того, как покрестили Ольгу Полякову, батюшка пошел менять воду. Возможно, так было. Слушайте, я сейчас живу с дедом. Вот, нет, со своим. Со своим, да? Не было такого, что я приехал в Киев, и мне нужно было закрепиться. Нет, живу с своим дедом, и он как-то мне попросил, чтобы я ему купил бутылочку вина, пришел в магазин, прихожу на кассу, и вспомнил, что я забыл покормить кошку. Возвращаюсь, и вот я стою в супермаркете, на ленте у меня лежит бутылка вина и пачка вискос. Со стороны могло показаться, что я собрался чпокнуть кошку, да? Хорошо, вот таким образом потихонечку подобрались мы к четвертой минуте. Так, это было третье 10 тысяч, правильно? Да. Надо же попробовать дальше, правильно? Конечно, надо пробить эту стену. Надо, да, покорить рубеж. Давайте попробуем. Итак, четвертая минута, 20 тысяч гривен. Сергей, удачи. Слушайте, значит, недавно шел по улице и встретил двух близняшек. Но прикол был в том, что одна была нормальная, а вторая прям толстая. Я подумал, что они могли бы прикольно троллить людей в общественном туалете. Сначала заходит та, что побольше. Потом выбегает вторая и говорит, я думал, что не успею. Серьезно, ребята, во вторую лучше не заходить. Там же чуть-чуть совсем. Ну что ж ты, мальчик. Ну как чуть-чуть? Ты у меня в экране прям вот так скачешь. Вот так вот. Да то картинка. Отключили аналоговые. Что там скачет? Давление, наверное. Наверное. Поздравляю. 20 тысяч гривен, Сергей, они твои теперь. Солидно, солидол. Так. Покоряем рубеж, правильно? Пятая минута, правильно я понимаю? Финале. Давайте попробуем. Да? Давайте попробуем под ваши аплодисменты. Ваша энергия. Поехали. Так. Почти ехал недавно в киевском метро, и рядом со мной присел такой мужичок, ну бомжеватой наружности такой, да? Типа, Серёня, давай проверим, на сколько станций ты можешь задержать дыхание. Вот такой человечек. Типа, времени у меня свободного много, прокачу тебя по вонючей ветке. Вот такой человечек. Но я вам не скажу, что он был прям бомж, но такой, с налетом уже, знаете? Такой типа, мимо пенопласта не пройдет, но драться за него не будет. Вот такой вот человек, понимаете? Слушайте, и недавно ехал в поезде, и я раньше этого не замечал, но прикиньте, в поезде, в туалете ёршик привязан. Казалось бы, не та вещь, которую хочется украсть, да? Но раз привязали, значит, случаи были. Кто-то, наверное, ехал в гости и такой, так, это ж с пустыми руками некрасиво, да? Постельное я уже дарил. Ёршик так ёршик, всё-таки красный. Камон! Спасибо! Спасибо! Нет! Браво, Сергей! Браво! Нолодец! Забирай свои идеи! Размеши свежного! Всё напутал! Сделай, чтоб парень смеялся! Размеши свежного! Спасибо! Спасибо! Размеши свежного! Пусть намочат колготки! Размеши свежного! Но только не использующие котки! О, я очень рад, очень рад, потому что давно здесь не был. По-моему, три или четыре года назад. И волновался очень сильно, вот. Поэтому я очень рад, что всё круто. Приезжайте сюда. Здесь по-прежнему точно так же круто, как и все года до этого. Вот такое шоу. АПЛОДИСМЕНТЫ